как я и обещала продолжаю ролик под названием мир сошел с ума часть 2 а что же у нас поисковых системах делается по запросу елочная игрушка дед мороз маски как я говорила сразу я сделал запрос в яндексе и вот выдала вот такие мне ссылочки я прошла по ссылочкам все что я нарыла я показала в первой части конечно меня это очень сильно расстроило вот я отработала практически ну почти всю страницу на вторую я уже не полезла но естественно я начала смотреть картинки и обратила внимание что по запросу вот елочная игрушка дед мороз маски выданы не так как деда мороза как именно маски деда мороза видите но вы знаете что в яндексе у нас сейчас уже как бы интеллектуальные машины работают программные можно так сказать вернее правильнее будет сказать в кавычках искусственный интеллект потому что большого интеллекта еще далеко но программа которая обрабатывает большие массивы данные она работает с бигдатой и обрабатывает огромные запросы людей то что человек в обычном физическом времени реальном не в состоянии сделать даже имея под рукой кучу всякой техники но если правильно человек напишет программу то программа может стать помощником и инструментом для того чтобы собрать определенную статистику потом с этой статистикой работать и вот получается на слово маска машина определяет что это именно маска которая надевается на лицо а маска то может быть разная данная ситуация поскольку дед мороз и маска то это посчиталось как новогодняя маска поэтому мы вот такие картинки и видим я открыла конкретно вот вот этот запрос в картинке как вы видите и вот смотрим что тут у нас есть ну вот тут уже появляется деды морозы внизу у нас появляется уже фигурки у нас снеговички хорошие ну в общем смотрю на первых местах нету вот этих ужастиков масочников дедов морозов ну то есть вполне тут нормально можно выбрать меня это радует но исследование то есть исследование его же нужно провести до конца поэтому я полезла куда я полезла в mail.ru вроде как тоже а наш русскоязычный и что тут вижу картинках дед морозы адекват и нормальные тут идет вот что такое дед мороз что это сказка ну правда вот пошла первая елочная игрушка дед мороз защитной маски купить в интернет а остальные вроде как видите ну нету что-то тут с масками по сравнению с тем как вот когда было в яндексе вот я верну видите сразу дед мороз маски хотела заказать понятно что что-то тут вот картинка сразу с маской пошла вот тут уже с маской то есть там какая-то сразу очень направленность масочная пошла понимаете это же ведь машина выдает по запросам этот алгоритм сделан и в данной ситуации он обучаемый алгоритм но этот алгоритм написали люди идем дальше в общем я залезла по вот этой ссылке на пандауру и что я вижу опана товар закончился попробуйте воспользоваться поиском и каталогом а какой я вывод делаю из этого значит товар под название дед мороз маски елочная игрушка цена 500 рублей ой что я смотрю я не то смотрю прошу прощения вот выше елочная игрушка дед мороз защитной маски с бесплатной доставки в россию в интернет магазине пандау точка ру я не знаю по какой стоимости это вот я вот сюда посмотрела случайно вот вот конкретно дед мороз защитной маски следовательно были запросы или сделано было так что когда человек просто делает запрос дед мороз а ему опа и картинка деда мороза в маске а особенно молодые люди думают вау как креативно да это что-то такое вот необычное они не понимают что если уже игрушки делают такие игрушки которые не разовые которые не маленькие вот как говорится поиграли и выбросили которые остаются из года в год которые вешаются на такой хороший классный праздник и вы что вот извините что вешается на елку мы на елку вешаем вкусные конфеты можем мы можем повесить там даже те же мандаринки мы вешаем красивые яркие елочные игрушки раньше это было например набор может быть даже овощей фруктов конечно смешно может быть овощей и вешать на елку но в виде елочных игрушек они хорошо смотрятся и часики мы вешаем и у нас много было интересных прищепочек виде разных фигур как человечка были даже разные специальности и если например был доктор айболит даже доктор айболит он был без маски он был в медицинском костюме но он был без маски лицо было всегда открыто да он был своей фирменной одежде как может быть фирменной одежде любой другой человек который представляет например какую-то свою специальность может быть рабочего может быть кондитера может быть там ну кого еще такого чтобы пожарного да в маске может быть кто у нас ну вот работники связи у них тоже свои есть костюмы или еще что то в принципе есть очень много рабочих специальностей которые имеют свои специфические костюмы и на них очень интересно смотреть и мы через это познаем мир а в основном даже дети потому что же дети любят рассматривать эту елку она у них запоминается этот праздник раз в году он такой классный он с такими подарками это всегда чудо 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 чудесное даже взрослый человек я все равно в этот день у меня ощущение что может случиться какое-то чудо вот оно веет оно вот как снежинки роится в этом все и что вы хотите сказать что на елку нужно вешать кошмарный вирус надо вешать смерть я сейчас говорю о том что вирусом по себе это просто организм который присутствует в нашем мире он неплохой и нехороший это что то что можно условно назвать живым оно имеет свой цикл жизни и смерти как и мы все люди мы рождаемся живем и умираем это нормально это людской цикл так устроена наша жизнь растения рождаются растут умирают семечки бросают землю они потом заново прорастают и семечки это детки которые опять дальше растут растут и растут и абсолютно любая болезнь может привести к смерти человека который заболел этой болезнью абсолютно любая понимаете даже можно умереть от пореза маленького от царапины если у тебя сопутствующая болезнь как несвертываемость крови и человек просто потеряет кровь она у него не будет свертываться ее невозможно будет остановить а можно выжить от ужасной болезни люди выздоравливают и от спида люди выздоравливают и от онкозаболеваний и этому есть куча статистик я не говорю ничего такого того чего нельзя найти в интернете нельзя подтвердить с разных источников нельзя поискать что пишут люди что пишут специалисты посмотреть какие-то научные учебники научные труды и залезть просто в энциклопедию обработать этот массив данных просто включить свои мозги включить свой разум включить свое здравомыслие и подчас даже не нужно быть узко специалистом чтобы понять как это все устроено и это не нормально когда нам предлагают повесить на елку что-то что несет негатив а в данной ситуации это негатив негативный это сверх негатив не более того этот негатив закрепить положить в коробку и потом повесить на следующий год или может быть не повесить но потом когда-то вспомнить я надеюсь что мир придет в себя что он сбросит оковы какого-то зашоренности что люди поймут что у них есть право жить и дышать свободных свободным воздухом у каждого государства есть конституция и в этой конституции прописаны права человека и даже не важно что государство может быть под чьей-то пятой может быть чьей-то колонии или чьим-то штатом или управление может быть снаружи все равно помимо государственной конституции у нас еще декларация прав есть всемирная декларация прав человека почему вы люди забываете об этом почему вы позволяете чтобы вами командовала кучка недоумков у которых в глазах только одно получить прибыль и заставить других отдать им деньги а куда делись наши человеческие качества наши моральные кодексы а куда они делись куда мы потеряли свое здравомыслие так нельзя ну проснитесь люди ведь же за вами кто стоит за вами стоят ваши потомки будущие какую землю вы оставляете своим детям и внукам вы подумаете об этом что вы несете народ управляет государством народ нанимает чиновником каждый чиновник это человек нанятый народом выполнять определенные обязанности за народные деньги и он подотчетен народу каждый гражданин страны имеет право спросить с каждого чиновника человека находящегося у власти и подотчетного народу спросить с него а если не нравится сместить с него любая чиновничая должность она смещаема почитайте документы почитайте свои права почитайте свои законы вчитаетесь правильно в то что там написано и вспомните что у вас есть права да у вас есть и обязанности но вы забыли про свои права и только вы сами можете их себе вернуть это зависит от каждого из вас потому что силой на самом деле никто вас не заставляет только каждый человек единолично решает делать ему или не делать одевать ему маску или не одевать если он здоровый человек верить тому что ему говорят средства массовой информации не проверяя бездумно или потратить время на то чтобы разобраться и включить свой просто человеческий опыт если молодые имеют еще мало опыта как лечить разные болезни как лечить простуды как лечить насморк как лечить грипп как лечить ОРЗ или ОРВИ ну спросите у бабушек и дедушек спросите у своих родителей мам и пап у которых чуть побольше опыта залезьте в интернет посмотрите но не берите с первого раза первой какую-то подсказку это же ваша жизнь это ваша жизнь только вы решаете лично вы сами решаете что вам делать это ваше собственное решение не перекладывайте ответственность на других только вы ответственны за то что вы делаете давайте дальше пойдем больной вопрос сверх больной оказался но я хотела вам объяснить какой вывод я сделала когда я увидела вот такую надпись что товар закончился это значит очень много людей купили этих уродцев все точка понимаете товар закончился значит это бросовый товар и более того производитель этого товара он же кто у нас капиталист он человек который делает деньги он не думает о моральных качествах он понял ага горячий товар горячее предложение а спрос то есть значит будем клепать а люди возьмут а пипл схавает ну что ж вы сами выбираете быть человеком или пиплом идем дальше смотрим что у нас в бинг надеюсь что у меня хватит оперативки так я закрыла эту страницу ну и переходим я с тем же самым запросом внизу страница яндекс вот зашла в microsoft бинг и прошла на изображение и что самое интересное я потом дописала что именно в медицинской маске и вот тут вот пошли как ни странно почему-то вот человечки фаянсовые вот кстати смотрите елочная игрушка медсестра но медсестра со шприцом и с чемоданчиком и с белой маской тут еще понимаете тут катит это нормально это ее униформа это ее одежда для работы смотрим дальше смотрим дальше ну вот тут елочные игрушечки пошли все фаянсовое фаянсовое классное наверняка немецкое вот эти вот игрушки потому что раньше были очень хорошие наборы именно немецких игрушек и если просто убрать в медицинской маске так ну просто дел нажму и сделать поиск так тормозить мой компьютер под завязку вот убралось убралось и просто сделаем поиск видите как у меня сразу была вот елочная игрушка дед мороз вот посмотрим что у нас будет по елочной игрушке дед мороз там насколько я помню по моему были маски поэтому я и уточнила что именно в маске а нет не маски тут были хорошие дед морозы вот хорошие дед морозы обычные разные и в санях вот и висячие и маленькие если с дед морозом видите вот даже на парашютике дед мороз симпатяшка симпатяшка очень много красивых игрушек вот они все очень разные они все очень красивые они все классные наверняка и цены разные чем более выписано тем дороже есть вот более такие простенькие есть вот плоские можно сделать своими руками вот шарик видите вот такой вот ну очень интересно вот старая игрушка дед мороз продается вот тоже ручная работа в общем смотрю и сердце радуется вот нигде нигде нету дурацкого масочника все вот вот я смотрю радуюсь хорошо значит что у нас у нас поисковая система microsoft bing сработала хорошо по-человечьи адекватно я бы сказала низкий поклон но я же иду дальше у меня же еще есть гугл я должна его отработать и конечно я иду на гугл на тот же самый поиск елочная игрушка дед мороз маски и вот тут мое сердце опять падает на первом месте сразу же картинку по запросу тут же видите как организовано если в яндексе у нас слева сайты а справа картинка то тут нам сразу кидают картинку и на каждой картинке у нас с маской да я понимаю был запрос маски на каждой картинке у нас маска приплыли ну дальше я вот покажу вам в следующей закладке вот я по картинкам пошла я просто посмотрела вот обратите внимание я вот эти сайты все уже прошла посмотрела тут все сайты которые как раз с масочниками были связаны в маске в маске вот изготовила маску поэтому дальше даже не пошла я поняла что эти сайты я уже видела смотрела вот тут просто елочные игрушки маска купить маски но тут я не пошла вот смотрите я открыла вот вот эту картинку да закладку картинки елочная игрушка дед мороз маски вот наш гугл и гугл меня не порадовал то есть это западный получается заказ западный алгоритм а там ведь тоже машины работают там ведь тоже обрабатывают большие массивы данных и вот как то так организована эта поисковая система глобальная которую очень многие люди пользуются и нам сразу бабац вот это норма нам говорят вот на первых местах смотрите что у нас дед морозы даже вот в таком камуфляже как это у нас называется защитная маска респиратор противогаз вот пошли вот просто запросы маски иду смотрю дальше дед морозы но вроде пошла смотрю вроде дед морозы но уже начала радоваться ну ладно только может на первых местах нет смотрю опять маска опять маска идет и вот помните я вам говорила картинку откуда я взяла вот идут маски 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 и вот кусочек вот этой картинки вот коронавирус психолог пишет статью елочные игрушки в виде корона понятно вируса и что по этому поводу он пишет я догадываюсь не сходила не смотрела обещала вот вам показать тема коронавируса стала одной видите из основных при производстве суммениров в московской области а вот тут если нажать елочные игрушки в виде коронавируса покупают скептики а я не думаю что скептики покупают видите вот тут показано что рисуют в маске главный дед мороз России заявил что не может заразиться коронавирусом в общем приплыли мы приплыли если мы позволим вот этому случится ведь поймите как работает если люди покупают если есть спрос то предложение будет расти чем вы больше будете покупать вот этих вот дурацких игрушек тем больше их будут делать надо этому сказать стоп это зависит от каждого человека если не будет спроса на эти игрушки их не будут делать а ведь потом же еще многое что появится а это святой праздник это классный праздник это радостный это мандаринный праздник это праздник фейерверков это праздник конфетти это праздник ну салютов и хлопушек бенгальских огней запаха елочного а как детки бегут утром за подарками под елку и что они должны вот это видеть и вспоминать как им приходилось на удаленке заниматься как их не пускали на улицу как родители были все взвинчены вы в своем уме вы понимаете как это работает это ведь не разово это не на 10-15 минут прочитал статью и забыл если вы позволите что это будет насаждаться каждый из вас от каждого из вас зависит сейчас ну реально весь мир зависит да мы все в одной лодке как же вы не поймете мы все одинаковы не важно какой у нас цвет кожи на каком языке мы говорим у нас базовые ценности одни и те же мы все люди мы все человеки мы наживем на одной планете на одном корабле который мчится в космосе да когда же вы поймете что мы все единое целое когда мы начнем думать глобально а не только о себе самом ведь это же так просто это очень просто уважать другого человека потому что он целая вселенная он вселенная каждый человек да вселенная может быть разная как и растения разные как и животные разные может быть разный разрез глаз разный рост разный менталитет разный язык но мы все люди мы все человеки и потребности у нас базовые одинаковые вот не дайте кучки недоумков лишить вас человеческого основы которые заложили наши предки у каждого народа в каждом континенте в каждой стране в каждом государстве вспомните свою культуру вспомните свое наследие подумайте что вы оставляете за собой ведь вы когда уйдете из жизни вы деньги за собой не захватите они с вами не останутся вы как пришли без ничего в мир так и уйдете но после вас останутся ваши дела останется память о том что вы сделали что вы написали что сделали какой предмет создали какую игрушку нарисовали так вот пусть дети радуются пусть Дед Мороз своим волшинством крибли крабли бумс пусть зло уйдет давайте об этом все подумаем давайте здравомыслящим мыслить пусть 2021 год и следующий будет годом нормальных здравомыслящих людей которые ответственны за свои поступки и которые будут думать не только о себе но и о всех других которые поймут что наша сила в нашем единении что нам не надо разделяться нам нужно объединяться надо понимать что нас соединяет пожалуйста задумайтесь спасибо всем за просмотр еще разочек я желаю вам здравия всего вам самого хорошего пока до новых 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 до новых